А вы что думаете? Тема весьма интересная, тема поиска дешевых цен. За дешевыми ценами мы приехали сюда. Карла Маркса 80. За моей спиной находится магазин Акварель. Я сюда пришел, посмотрел. Вы знаете, почему я сюда ранее-то не приходил? Мне приходилось что-то делать своими руками, хотя проще было бы купить это здесь. Век живи, век учись. Слово как раз для меня. Раньше проезжал, думал дорого, теперь заехал и понял, как я ошибался. Ошибался в лучшую сторону. Все здесь есть. Большая часть говорит мне об обратном. Я не ездил в торговые центры и ездить не буду. Насколько здесь цены, дорогие? Вы сейчас купили себе линер. Еще купите? Конечно, два куплю. Дешево? Дешево. И что меня приятно обрадовало. Узюм, узюм однозначно. Мало того, помня торговые центры и помня Советский Союз, я такого, поверьте мне, нигде не видел. Все, что нужно, есть в одном месте. Точнее, мест таких в городе много. Вы взяли и насколько это дорого? Здравствуйте. Привет. Знакомое лицо. Да нет, недорого, в принципе. Конечно, интернет дает нам возможность скачать в лучшем формате все, что угодно. Но вопрос интересный. Даже если у вас струйная печать, то надо понимать, что каждый лист утекает в большую копейку. Чем вы бы смогли купить себе в акварели дипломы, к примеру? Вот так вот, господа. А почему я сюда пришел? Я просто сюда пришел посмотреть вот эти самые лучшие дипломы. Видите, их сколько? Так, нормальные цены, да? И очень много грамотных дипломов. Теперь возник какой-то вопрос. Сколько эти дипломы стоят? 15 рублей. Даже если я буду сам это дело печатать на своем цветном принтере, у меня это все дело дороже выйдет. Гораздо проще, понимаете? Один, это крошмар, конечно. Гораздо проще. Пришли сюда, взяли вот эти дипломы, спокойненько напечатали, уже спокойненько на черно-белом принтере. Ну, есть такие лазерные принтеры обыкновенные. Не цветные, как у меня. Вот, и спокойненько делаете все, что должно быть. Вот сколько дипломов. Поэтому я сюда, естественно, и пришел. Да, я сюда пришел. Теперь другая вариант. И, естественно, что я здесь посмотрел? То бишь, в принципе, здесь можно купить все. От и до. Реально все. И даже более того, что было бы вообще когда-то. То есть в эту точку я пришел бы неоднократно. Вы же про ассортимент хотите узнать? А давайте сделаем по-другому. Вы сами это узнаете, зайдя в лучший с моей точки зрения магазины. Акварель, карандаш, яролаж. Я покупаю ребенку, папку. А насколько это дорого? Да нет, здесь очень дешево, кстати. То есть мы не будем говорить, что вот этой сети какие-то бешеные цены, да? Нет. Абсолютно нормальные. Абсолютно нормальные. Это вообще цены. Я всегда сюда хожу. Здесь абсолютно цены оптимальные для покупки как бы. Мысль, переданная мне в электросиле. Место, куда обязательно надо вернуться. И в электросилы, и в СВ, в той, в любимую игрушку, и в акварель, или карандаш, или яролаж. Просто уйти отсюда, увидев такие цены, нельзя. Потому что все стоит, по сути, копейки. Ну, не копейки, естественно, рубли, но по сути тоже мелочь. Зная, сколько полезных вещей можно купить себе за одну бутылку водки. Цены здешние, я знаю. То есть цены здесь, ну, очень, так скажем, приятные и недорогие. Вы сюда часто заходите? Да нет, не очень. Но когда зашли, вам нравится? Да. Такие цены. Ну да. Конечно, не все водкой ценится, но давайте определимся с нашими тратами. Реально очень большие. Но сына или дочь школу отправить здесь обойдется в разы дешевле сетевиков. О, как! Но и о вещах приятных. Для лучшего подарка есть смысл зайти сюда. Да, здесь есть вещи, которые стоят, естественно, недешево. А есть вещи, которые стоят очень дешево. Итак, мы говорим о фирме, у которой есть несколько торговых точек. Это акварель, яролаж и карандаш. Это все одна и та же фирма. И в них, в любых точках, вы также можете прийти и купить себе то же самое, что мы продемонстрировали вам здесь, на Карломаркса 80. Хотя, по сути событий, давайте все-таки определимся и съездим в эти самые торговые точки, чтобы вам объяснить, что вы можете себе купить все это задешево. Почему нет? Теперь возникает вопрос. Это же все-таки магнитогорская фирма. Чем мне нравится магнитогорская? Тем, что, наконец-таки, мы можем себе позволить и недорогие товары, и качественные товары. К слову, о том, что на следующей неделе у нас есть замечательный праздник. Это день рождения Виктора Филиппу и Вчарашникова. В свое время я был, естественно, его оператором, и была бы у меня такая возможность, я бы купил бы самую замечательную ручку Паркер. Потому что это единственный человек, который может что-то подписать в этой жизни. А может быть, вы это сможете сделать? Так вот, за хорошими ручками, да и за всем остальным, я бы вам рекомендовал прийти в эти замечательные структуры. Это чисто магнитогорские структуры. И они не располагаются ни в каких-то торговых центрах. Это просто работает для вас. И поэтому ценники здесь весьма интересные и абсолютно недорогие. Ну, а вы хотите? А, поехали! Оранжерейная 33. Наш любимый карандаш. Рядом с радугой вкуса. Те же цены. Далее. Советская 195. Тот же карандаш с такими же ценами. Напротив славянского рынка. Та же цена. Тот же результат. Чуть восточный. По 50 лет магнитке 31. Ну, тут вообще круто. Больший и интересный карандаш с плюсом. Теперь труда 21. Ералаш. Везде и все одинаково. Везде изумительные цены. И больше никогда к сетевикам не ходите. А есть еще один. На Карломаркса 147. То есть есть чем гордиться магнитогорску. Субтитры сделал DimaTorzok.